Итак, здравствуйте, мои дорогие ученики! Сегодняшний урок я хотела бы посвятить событиям, которые мы с вами все вскоре будем отмечать. Это праздник 9 мая, 75-летие Победы Великой Отечественной войны. Вы знаете, что в нашей школе мы традиционно в этот день устраиваем, вернее, к этому мероприятию мы устраиваем с вами традиционный концерт, который собирает в стенах нашей школы людей очень разных поколений. И происходит у нас некое уединение во время этого концерта в актовом зале. Сегодня в тех условиях, в которых мы с вами оказались, делать нам это, конечно, не представляется возможным. И я вам предлагаю сегодня провести вот такой вот виртуальный урок по подготовке, по знакомству с песнями в отдельных лет. Итак, сегодня я бы хотела вам представить очень знаменитую песню. Песню, которую наверняка вы многие знаете и вы слышали ее, которая называется «Землянки». Как обычно, ребята, когда мы с вами начинаем учить песню, знакомиться с ней, я вам ее сначала пою, ну а потом мы с вами уже разговариваем. Итак, сейчас я вам ее спою, и впоследствии мы с вами немножко о ней поговорим. Послушайте, пожалуйста. Песня. 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 Я сладко, как звезда, и поет мне в землянке тормой Про улыбку твою и глаза, про тебя мне шептали песни В белоснежных полях под мостой. Я хочу, чтобы слышала ты, как таскует мой голос живой. Я хочу, чтобы слышала ты, как таскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четырех шагов. Пой гармоний, как веке разлом, за души несчастья дали. И в холодной землянке темно, от моей разлом, за души несчастья дали. И в холодной землянке темно, от моей разлом, за души несчастья дали. Итак, вот такое вот произведение. Вы его, конечно же, слышали, наверное, не раз в исполнении многих певцов, артистов, которые обращаются к песням и военной тематике. Вот сегодня, ребята, я предлагаю вам познакомиться с этой песней. Но прежде чем приступать к разучиванию песенного материала, мы с вами всегда начинаем говорить и анализировать текст вокальных произведений. То есть мы пытаемся понять, о чем эта песня. Мы пытаемся с вами поговорить о создании данного произведения. Так вот, если говорить об истории создания этого произведения, то по строчкам, которые содержатся в этой песне, можно совершенно точно сказать, когда она была написана. «В белоснежных полях под Москвой» слышим мы с вами текст, который абсолютно точно нам говорит о том, что песня была написана во время обороны нашей самой столицы, города Москвы. И произошло это в ноябре 1941 года, тогда, когда совершенно недалеко от Москвы оказался военный корреспондент обымым паретом, которого звали Алексей Сурков. И он попал в ожесточенный бой, из которого ему пришлось выбираться до штаба по минному полю. И вот тогда, когда он зашел в штаб, он сказал своим командирам, у вас от штаба до штаба невозможно дойти, а до смерти всего лишь четыре шага. А потом он уединился в углу землянки и стал что-то делать, какие-то наброски в своем хронтовом блокноте. И вот таким образом родились те 16 строчек, которые мы сейчас с вами услышали. Вы слышите, что это слова, которые обращены к очень близкому человеку. Он пишет своей супруге, Софье Андреевне, которая находилась тогда в эвакуации. И, наверное, бы никогда эти слова не вышли бы из альбомов семейного архива, если бы не делалось лучше. Буквально через три месяца Алексей Сурков повстречал в редакции композитора Константина Листова, который пришел для того, чтобы получить какой-то текст для написания новой песни. И Сурков переписывает эти слова из своего блокнота и отдает их Листову. Через неделю песня была готова. Листов приходит, с готовым материалом музыкальным, берет гитару, начинает петь. И Алексей Сурков говорит следующие слова. Да, песня пойдет. Он имел в виду, что песня пойдет в массы. И песня пошла. Она стала очень популярна среди солдат, среди фронтовиков. Прежде всего, за строчки, правдивые строчки о близости смерти. Как раз-таки вот о тех четырех шагах до смерти, о которых он сказал своим полнокомандующим. И случилось так, что в те очень противоречивые времена фронтовая цензура вынесла следующий редикт. Она попросила поэта, чтобы он изменили эти четыре строчки. И он поменял. Он поменял вместо четырех шагов до смерти, он написал четыре английских книги. Но тут же, как только песня была исполнена, подкредактирована в варианте, он получает массу гневных писем от фронтовиков. И пишут они следующее. Напишите этим людям то, что они хотят слышать. А нам оставьте правду, которую мы знаем. И вот так и случилось. Эта песня осталась теми словами, которые были понятны и самому Суркову, и миллионам солдат, которые сражались на фронтах нашей Родины. Ну что ж, мы сегодня с вами начинаем ее учить. Песня получилась у Константина Листова очень простая, с одной стороны. Очень велическое, очень теплая, с теплыми интонациями, романсовыми интонациями. Очень красивая. Но тем не менее, она очень доступна. Я надеюсь, что вам, ребята, она тоже доступна уже и по смыслу, и по вашим возможностям локальным. Я думаю, что вы, когда будете его разучивать, вы не должны испытать какого-то неудобства. Итак, ну давайте попробуем. Значит, когда мы с вами начинаем учить, принцип у нас с вами простой. Сначала пою вам я, потом повторяете вы. Будем учить мы с вами по две строчки. В каждом куплете, два куплета, в каждом куплете у нас восемь строчек. То есть по две строкы. И учить мы будем с вами по две строчки. Я, затем я буду проигрывать мелодию на фортепиан, а затем будет предложено спеца. Итак, значит, всегда, когда мы начинаем опять же учить песню, мы с вами определяемся с размером. В данном случае у нас трехдольный размер. То есть мы считать будем, ребята, с вами до трех, как в вальсе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чтобы подвижный, близ. Умеренный, ближе к подвижному темпу у нас получается. Итак, играю вам пока вступление. Сначала я показываю. Раз, два, три. Раз, два, три. Пьется в тесной печурке огонь. На боленьях смола, как слеза. Итак, пожалуйста, первые две строчки. Пока далеко мы не пойдем с вами. Готовы? Раз, два, три. Пожалуйста, вы чуть медленнее. Раз, два, три. Вы. 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 На боленьях смола. Как слеза. Спасибо. Дальше. И поет мне в землянке горной правую мипу твою и глаза. Ребята, постарайтесь, пожалуйста, запомнить вот эти вот две строчки, потому что именно этой интонацией будет у нас завершаться с вами в каждой куплет. Итак. И поет мне в землянке горной про улыбку твою и глаза. Дальше слушаем. Про тебя мне шептали кусты, велоснежный полярной доской. Итак. Две строчки. Абсолютно одинаковая интонация, за исключением только окончания. В первом случае мы с вами спускаемся вниз, а во втором остаемся там, наверху. Итак. Про тебя мне шептали кусты широкий, смелый кот наверх. Готовы? Раз, два. Про тебя мне шептали кусты широкий, велоснежный полярной доской. Да, дальше. Я. Я хочу, чтобы слышала ты, как доскует мой молодь живой. И последние две строчки повторяются дважды. Я хочу, чтобы слышала ты, как доскует мой молодь живой. Ну вы, пожалуйста, тоже самое. Я хочу. Знакомая нам интонация в шесть. И для начала куплет. Поехали. И. Я хочу, чтобы слышала ты, как доскует мой молодь живой. Молодцы. Пытаемся объединить с вами от начала до конца первый куплет. Готовы? Считай до трех. Я вам попытаюсь подсказать начало. Итак, готовы? Раз. Белоснежный полярной доской. Я хочу, чтобы слышала ты, как доскует мой молодь живой. Белоснежный полярной доской. Я хочу, чтобы слышала ты, как доскует мой молодь живой. И дальше я пою вам второй куплет. Вы слушаетесь раз уже. Такое же, как уступили мой грош. Ты сейчас далеко, далеко, между вами сила и седа. До тебя мне дойти не легко, а до смерти четыре шага. Я хочу, чтобы слышала ты, как доскует мой молодь живой. И, как обычно, в конце мы с вами делаем небольшое замедление. Я прошу прощения, когда я вам пела в самом начале, я немножко там ошиблась в одном слове. Но сейчас мы все поправим. Итак, поехали. Прошу вас. Второй куплет. Также по две строчки. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. Ноябрь месяц, начало декабря 1941 года. Заснеженные поля около Маркозь. И вот эти самые любимые, самые точные строки о жизни солдат. А до смерти четыре шага. Итак, давайте попробуем. Я сейчас вам сыграю все-таки первую половину второго куплета. А вы постарайтесь, пожалуйста, и не спеть. Итак, поехали. Сейчас далеко, далеко, даже и снега. Между нами. До смерти четыре. И дальше, так как кульминация начинается, песня. Пой, гармоника, в юге на зло, заплутавшие счастья за ним. Пожалуйста, пой, гармоника, поехали. И. Пой, гармоника, в юге на зло, заплутавшие счастья за ним. И дальше, чуть потеши, пожалуйста, последние две строчки. Пожалуйста, и. Немножечко, чуть-чуть. Вот мы с вами в конце затянем немножко темп, чуть-чуть подготовим нашу остановку. Да, я бы хотела немножко вот здесь вот сказать о последнем листочке. Очень часто можно услышать, когда эта песня поется «Мне в холодной землянке тепло от твоей негостимой любви». На самом деле Алексей Сурков писал «Мне в холодной землянке тепло от моей негостимой». Он писал про себя. И когда он слышал вот эти вот слова, он немножечко так ревностно относился всегда к этому и поправлял. «Я писал по-другому. Я писал от моей негостимой любви». На что ему отвечали? «Но ты написал так, а народ немножечко поправил». То есть фактически от твоей негостимой любви вариант – это вариант народный. Ну давайте мы все-таки, так как мы с вами учимся, мы с вами постараемся соблюсти авторский вариант, того, как это звучит. Ну что ж, давайте мы сейчас с вами соберем все от начала до конца. Попробуем с вами спеть. Я вам где-то местами буду подсказывать. Пожалуйста, буду вас подхватывать. Но вы все же старайтесь не теряться. Тем более, что песня достаточно известная. Мотив у вас должен быть, наверное, ну, во всяком случае, должен быть вам знаком, если не на слуху. Я думаю, что у вас все получится. Итак, попробуем. Итак, готовы? Ты понятный. Раз, два, 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 три, два, три. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Приходят мне на ум Пришлите мне первый куплет Выберите тот, который На ваш взгляд У вас лучше получился Обрежьте его И пришлите мне Я это все посмотрю Не могу, конечно, его оценить Но Это будет очень интересно Ну что ж, на этом мы с вами заканчиваем Нашу локальную часть И продолжаем дальше Наш урок Ну что ж, дорогие малыши и классники В продолжении нашего с вами Сегодняшнего урока Я бы хотела вам рассказать о том Что вам предстоит сделать В эти ближайшие два дня В рамках нашего с вами урока Значит, я вам напомню Что на прошлом уроке Мы с вами разбирали Следующую тему Приемы синхронического развития И языкальных образов На примере Кувертеры фантазии Рамоу и Джулета Петра Ильича Чайковского Я, ребята, надеюсь Что вы выполнили Все задания Самостоятельные Проверочные Тесты Которые Я вам предложила пройти Я знаю совершенно точно Что вы прошли Может быть не успех Но Вы мне присылали Свои задания Спасибо вам большое Большие молодцы Все, кто это выполнил Ну а теперь давайте Немножечко Мы с вами поговорим о том Что вам предстоит сделать Значит, в ближайшие два дня Это сегодня 28 числа И завтра 29 числа В среду До 27 У вас будет возможно Пройти Проверочный тест В данной форме В минуту Вот в данном видео Вы найдете ссылку На этот тест Пожалуйста Вы проходите Я думаю, что вы работаете В этих формах Они вам смахомы Я думаю, что сложности У вас Это не создание Еще раз прошу Пожалуйста Прежде чем Приступать к проверочной работе Ребята Обратитесь Еще раз К нашей презентации Которая у вас есть Просмотрите ее От начала до конца Выполните второе задание По прослушанным Данным материалом Пройдите И полюбите Проверочный тест На сайте Российской электронной школы Ссылку вы также можете увидеть Под видео На предыдущем уроке И только после этого Я вас прошу Приступать к проверочной работе Итак, ребята Я попрошу вас Все-таки данную работу Выполнить В отведенные сроки Постарайтесь, пожалуйста Надолго Не откладывать Ну что ж А на сегодня Наш с вами урок Закончен Я желаю вам Всего самого хорошего Успехов Всего доброго